Приветствую вас! Во-первых, что касается муча, то вам надо бы развестись сперва с ним, вам надо бы сперва привести себя в порядок, ну, то есть, свое сознание в порядок привести, разобраться с тем, по какой причине вы выбрали себе такого депрессивного человека, то есть, инфантильного человека, вот, ну, мужчины, мужья, да, ведь не случайно же это произошло, то, что именно инфантильный мужчина стал вашим мужем, даже ребенок от него у вас есть, а это все связано с тем, как вы себя ведете в отношениях, я имею ввиду, то есть, то есть, то есть, то есть, в зависимости от, в зависимости от того, как вы себя поставили или поставите в отношениях, ситуация может развиваться по-разному, и вот то, что получилось с вашим мужем, это история, которая, как бы, навевает на мысли о том, что вы все-таки больше родительскую позицию занимаетесь. Вам она не нравится, но вы занимаете именно ее, соответственно, вам необходимо учиться быть слабой, уметь проявлять слабость и так далее, вот, это первое. Второе, второе, вы пишите, что спарились о мужа, теперь спаритесь о, собственно, другом мужчине, вот, у этого тоже есть причины свои, а именно, а именно, причины заключаются в том, что вы хотите, то есть, в чем вы нуждаетесь, по сути дела, вот, поэтому здесь я рекомендую вам изучить, именно данный аспект, то есть, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите, что вам нужно, вот, это, пожалуй, один из самых важных моментов, то есть, вы говорите, допустим, допустим, вы говорите, что мне нужен, там, мужчина со стержнем, зачем, чтобы что, да, чего вы хотите, от мужчины со стержнем, вот, вот, ведь не просто же так, да, он вам, ну, нужен, значит, у этого, у этого есть, ну, определенные основания, вот, вот, свои потребности вам и нужно разобрать, в первую очередь, чего я хочу, что мне нужно и так далее, потому что, очевидно, очевидно, что сейчас вы, ну, нуждаетесь в, ну, в чем-то, вы нуждаетесь в, ну, например, вы нуждаетесь, там, в том же мужчине, допустим, да, но почему вы нуждаетесь в нем, вот, это очень важный момент, да, момент того, что вы именно нуждаетесь, дальше, смотрите, как вы себя позиционируете, да, то есть, вы выгоняете мужчину, мужа из дома, вот, вы выгоняете его, выгоняете его, надеясь на то, что он подумает над своим поведением, то есть, грубо говоря, вы пытаетесь человека воспитать, ну, или, может быть, первоспитать, так можно сказать, тоже, вот, и здесь уже вопрос к вам, как часто вы пытаетесь это заниматься, или, как часто вы пытаетесь, перевоспитывать, э-э-э, наших людей вокруг, или делаете вы это только с теми, что вам, ну, нравится, тем, кому, у вас возникает симпатия, вот, так или иначе, так или иначе, данный аспект требуется также прорабатывать, вот. Ну и, соответственно, те проблемы, которые у вас возникли, то есть ссоры на фоне быта, по сути, можно говорить, можно говорить о том, как вы себя ставите, да, в отношениях, по сути, это необходимо корректировать, потому что с другим мужчиной у вас, ну, будет та же самая история, ничего не изменится то больше, на самом деле. Вот. Поэтому вот так. Вы, конечно, немного сбивчиво написали свой текст, вот, в плане того, что какие-то параметры, спринт, что это детское, детское мышление здесь. то есть, ибо принцев-то не бывает, бывают люди, и то, что вы его сейчас, допустим, идеализируете, да, своего, нового мужчину, ну, вам это, вам это ничего хорошего не принесёт, на самом деле. Потому что любая идеализация, она подразумевает под собой, к сожалению, в том числе и обесценивание. Вот. То есть, если я идеализирую кого-то, да, если я идеализирую кого-то, то я обязательно и обесцениваю потом кого-то. Ну, или лучше сказать, наверное, даже не кого-то, а что-то. То есть, если я идеализирую что-то, то я, значит, что-то и обесцениваю. Вот. Ну, а, как вы понимаете, да, я надеюсь, это очень негативно сказывается на вас и ваших отношениях. То есть, сейчас вы, по сути, человека идеализируете, и идеализируя его, вы ждёте от него того, что он будет, ну, соответствовать вашим каким-то нормам, да, каким-то вашим взглядам, каким-то вашим задумкам и так далее. По сути дела. Вот. Но в действительности ситуация не такая. В действительности ситуация не может быть такой, в принципе. Да? Вот. Потому что это, ну, нереально. Вот. любой человек не идеален. И все зависит от того, насколько вы готовы, готовы принять не идеальность другого. Да, понимаете. Вот. И зависит ещё много от того, с чего вы хотите. То есть, именно вот, что вам нужно. Самой. То есть, очевидно, что с мужчиной сейчас, на данный момент, вы устраиваете отношения, скорее, по потребностям, а не по, ну, не по свободе. Вот. По сути. И это, в общем, серьезная проблема для вас. Потому вы так переживаете. Потому вы боитесь, что вы не понравились ему. Потому что, как же вы не получите то, что вам, ну, так же, так же нельзя. Это же плохо. Вот. Если, если вы не получите то, что вам, ну, так сказать. Вот. А то это нуне-то получить хочется. Желания-то, желания-то ваши, они имеют под собой, как бы, основу. Вот. Желания-то ваши, они реальны. Вполне. Реально. Да. Вот. Это нормально. Вопрос только, только в том, как вы их реализуете. Вот. Так что, я бы рекомендовал вам, я бы рекомендовал вам здесь, знаете, сделать что. Рассмотреть свое поведение, как женщина. Вот. Вот что я бы вам рекомендовал сделать. Именно здесь. То есть, какая вы вообще женщина? Да. чем вы можете привлечь мужчину что вы можете ему дать ну, мужчине вот это вот то, что я думаю на чем вам нужно подумать в первую очередь какая вы женщина и что вы хотите и насколько сильно вы хотите получить то, что вам нужно от, соответственно мужчины вот то есть, насколько вы грубо говоря независимы от человека ну, от него насколько вы независимы именно от него вот так я думаю можно ответить вам на ваш вопрос надеюсь, что помог вам очевидно, что вы не задаете свой вопрос да, то есть вы говорите, что я за свою жизнь такое ощущение что прям принц один раз только только помню как можно объяснить что человек так соответствует моим добросам видно я ему не соответствую то есть вот непонятно что именно вы хотите что именно вы хотите как можно объяснить что человек так соответствует моим запросам это значит что вы вы имеете вы вступаете в невротичные отношения то есть если человек соответствует вам вашим запросам вы видите в нем источник удовлетворения всех своих желаний которые у вас ну, есть вот и это для вас становится очень важным ну, потому что это ваше желание да, источник ваших желаний вот и из-за этого вы не можете вести себя ну, скажем так более менее адекватно да, то есть ну, независимо скажем даже скажем так вот знаете вот и все по сути по сути это все потому что принтов нет а вот принимать человека по своим именно по своим желаниям да, то есть вот как бы говорить ну, говорить что то он соответствует всем моим требованиям вот это достаточно потребительское отношение к мужчинам и к людям в принципе вот но для вас это наверное ну, чуть ли не единственный способ выстраивание отношений потому что по-другому по-другому вы не можете по-другому у вас не получается это делать ну, именно именно по-другому вот потому что еще раз повторю вы не удовлетворены вы не удовлетворены то есть если бы вы были бы удовлетворены если бы вы удовлетворяли свои желания вы могли бы выстраивать отношения с мужчиной ну, вполне себе адекватные вот и тогда бы не переживали вы о том что он может вас не принять но тогда бы вы и не переживали не переживали не переживали бы о том что это принц вы бы тогда понимали что принца принца не бывает вот а если есть принц а что он для чего-то нужен вот об этом и подумайте всего чего вам самой да не хватает в в своей жизни что вам так нужен принц не хватает защищенности личные личные границы не хватает чувствовать себя женщиной это женская модель модель поведения не хватает там ласки, внимание, заботы это любовь и значимость вот все это можно реализовать самостоятельно вот это все ваше ответ ответственно и естественно лучше если вы на это будете обращать самое пристальное внимание вот и тогда у вас получится выстроить отношения самые что ни на есть здоровые вот на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы дополнительные пишите в личку буду рад помочь вас если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим а я желаю вам всего самого доброго и удачи